Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Ещё раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня я попытаюсь сыграть роль Игоря Цезарского. Не знаю, насколько мне это удастся. Но, во всяком случае, на той стороне провода у меня Елена Пригова, журналист, блогер. Вообще человек политически очень активный. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Сергей. Я сегодня вместо Игоря Цезарского вместе с вами. Потому что ему можно только посоветовать. Он находится сейчас среди кактусов в Аризоне. Ему хорошо. Он, наверное, на воздушном шаре там полетает. Потому что все летают над кактусами. Если приезжают в Аризону. А вообще-то, честно говоря, хочется куда-нибудь сбежать. Вот Игорь, например, в Аризону сбежал. Я бы тоже сейчас на юг подалась. Потому что в нашем городе очень стрёмно становится. С каждым днём всё больше и больше. Но это жизнь. У нас тут с утра снежок шёл. Я не знаю, что сейчас на улице происходит. Но с утра шёл снег. Поэтому действительно есть повод позавидовать Игорю Цезарскому. Ладно. Это что касается погоды. У природы нет плохой погоды. А вот что касается социальной атмосферы. Вот это то, на что мы можем влиять. То, что в руках человеческих. Поскольку погода это всё-таки в руках Всевышнего. А вот я слышал. Ну, во-первых, у нас проходят всевозможные ралли в поддержку Трампа. Совершенно как бы неожиданно. Поскольку штат считается таким демократическим. Таким же, как, собственно, и Нью-Йорк. Но вот одно ралли, которое прошло в Нью-Йорке, заслуживает внимания. Могли бы рассказать? Да, конечно. По удивительной случайности. Вот именно вчера. Из всех ралли, которые такие происходили. Я не участвовала. В силу семейных обстоятельств. Но поскольку меня там не было. Там были мои друзья. Мои соратники. Я скажу по борьбе. Абсолютно справедливо. Их называю соратниками. И по борьбе. Потому что сражение идёт, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. Если кто-то думает, что это не так. Если кто-то думает, что можно отсидеться. То вчерашнее ралли показало, что отсидеться нельзя. Потому что, когда молчаливое большинство начинает говорить. Вот в этот момент наступает уверенность. Что мы всё-таки что-то можем. Что мы где-то какая-то сила. Но вместе с тем начинает говорить не только молчаливое большинство. Агрессивная часть населения. Тоже проявляет себя и показывает свои лучшие качества. Мы просто видели вчера эти качества. Около 500 машин, по-моему, если не больше, вчера принимало участие. Машин было действительно очень много. Они ехали из Бруклина. Они ехали большой колонной. И впервые была применена тактика, которая, в общем-то, известна. Известна очень многим протестующим. И мы прекрасно понимаем психологию толпы. Психологию движения вот этого. Этой толпы. И прекрасно понимаем, что такое сопротивление тому, что является реальностью. Так вот, вчера первый раз была применена тактика, когда огромную колонну не пустили в качестве колонны. Её начали разбивать на сегменты по 10 машин. И вот эти 10 машин, которые проезжают, а дальше уже другие машины едут. И контрпротест уже тоже едет и перекрывает движение, разбивая на маленькие части огромную-огромную колонну. Но, вы понимаете, если кто-то смотрел фильмы, очень интересный фильм когда-то был «Вавилон Берлин» многосерийный. Вот там показано, как шёл протест, как работали нацисты, вот нацистские банды, группы. И как они боролись с коммунистическими группами. Конец Германии, 20-е годы. И вот показано, как вот стенка на стенку идёт, и как вот сегментами они дробят огромные колонны для того, чтобы дальше бить по единицам, по малым группам. Вчера это было в Нью-Йорке применено. Потому что, ну так уже случилось, власть города очень не хочет увидеть своих граждан, которые сопротивляются мирным протестам в своих машинах, колонны под патриотическими флагами. А у нас уже любой флаг, который вы поднимаете, американский, это уже считается вызов системе. А мы говорим о демократических штатах, да нет, это уже давно не демократические штаты. Потому что демократические штаты предполагают демократию. У нас республика без всякой демократии. Когда вам могут просто исполгать машину, только потому что на этой машине у вас флаг американский или флаг поддержки полиции. Когда у вас будут бросать камни или машину поливать краской, уничтожать её. Я себе представила, вот я еду за рулём, и мне кто-то на голову бросил в машину камень. И всякое же может быть, камень может пробить всё что угодно, потому что у меня стекло, крыша, и я одна женщина за рулём. Нормально? Можете себе представить, что испытывают люди, которые едут вот в такой колонне. А дальше началось, когда люди приехали уже непосредственно в Манхэттен, то в Манхэттене то же самое было. Десять машин на блок пропускают, и всё. А дальше что хотите, то и делайте. Вам не разрешили остановиться. Потому что 4 октября было ралли, когда просто перекрыли 5-ю авеню машины. И просто они вот стояли прямо напротив Трамп Тауэр, и ехали и стояли вот на этом большом Black Lives Matter, надписи знаменитой имени нашего мэра Деблазио. Ну, на этот раз не разрешили. На этот раз не разрешили, и очень активизировались, естественно, контрпротестующие, Антифа. Что кто-то не сомневался, когда говорят, что это движение. Ну, никакое это не движение, это банда. Банда абсолютно отмороженных ублюдков. Открытым текстом. Банда отмороженных ублюдков. Которые готовы уже сегодня уничтожать нас, готовы убивать нас. Которые сегодня бросают камни и яйца, завтра они будут бросать коктейли Молотова. Они уже показывали, как они это умеют делать. Это было в Нью-Йорке. Это было не только в Нью-Йорке. Это во всех абсолютно городах, где они показывают себя, а кто-то нам начинает рассказывать об их мирных протестах. Так вот, мирный абсолютно, да это не протест был, это акция в поддержку действующего президента, акция в поддержку полиции, которые ехали люди под флагами. Вот она встретила такое яростное сопротивление. Я не говорю о вербальных оскорблениях, но будьте готовы, если вы с флагом Трампа, будьте готовы, что вас начнут оскорблять. Моему другу Севипинскому вчера сказали, что он расист, только за то, что он поднял флаг. При этом черный человек, который ему точно так же из машины кричал, он говорит, как же Трамп? Он говорит, Трамп не расист, ты расист. То есть логика у этих людей совершенно отсутствует. Оскорбить просто так, запросто можно. В Джулиане летели яйца вчера, но это тоже нормально. Если в Джулиане летят яйца, значит в Джулиане правильно что-то делает. Вы знаете, что меня порадовало? Порадовало то, что очень много людей, как ни странно, в городе Нью-Йорке поддерживали вот это ралли. Поддерживали, потому что людям уже просто надоело находиться в тени. Людям, наверное, просто надоело молчать. Люди просто как бы coming out такой. Они выходят и говорят уже то, что наболело. Им не дают говорить. Нам не дают говорить на протяжении очень длительного времени, потому что все боятся остаться без работы. Все боятся последствий. Впрочем, вы сами знаете, какие последствия могут быть. А могут прийти к вам домой. Будьте готовы. Будьте готовы. Они уже предупреждают. Каждый у нас уже учтен, переписан. И я думаю, что это только сейчас нам показывают бицепсы. А чем это закончится, как это будет дальше продолжаться, можете себе только представить. До третьего числа осталось всего ничего. Неделя. Дальше будет еще веселее. Готовьтесь. Готовьтесь, господа. Мы с вами находимся в опасной зоне. Очень опасной зоне. Но мы прекрасно понимаем, что или мы, или нас. Мы прекрасно понимаем. Я сегодня, например, целый день занимаюсь делами и смотрела последнее слушание перед голосованием за Эми Кони Барретт. Мне стало страшно, потому что я увидела всю мерзость целой машины под названием Демпартия, которая готова вновь и вновь уничтожить человека во имя своей идеи. Они играют словами. Они играют словами по поводу Обама Кер. Потому что, когда мне говорят Affordable Care Act, я смеюсь. Он не affordable. И хорошо я помню, как в 2010 году его принимали. Он был принят исключительно демократической партией за закрытыми дверями. Тихо, спокойно. Они сделали свое дело. Сегодня они будут вспоминать в очередной раз судью Гинсбург. Они будут приводить какие-то истории людей, которые где-то что-то потеряли. При этом они будут забывать, что страховка эта, навязанная всему американскому народу, совершенно не affordable, совершенно ничего она не покрывает. Будут вам рассказывать сказки, сказки, сказки. Если вы любите сказки, ну, купите себе Гарри Поттера, по крайней мере. Он добрый и хороший сказочник. Ну, справедливости ради, я хочу сказать, что кто-то извлек определенную выгоду и, так сказать, из нового... Вот из Обамакер на кануне принятия закона, за год до принятия закона, страховые компании получили прибыль 5 миллиардов долларов. А вот после принятия закона Обамакер страховые компании получили прибыль 15 миллиардов долларов. А вот что касается людей, которые имели страховку, скажем, коммерческую, ну, дедактабл увеличился. Вот у меня, я имею страховку уже на протяжении, наверное, лет около 20, одну и ту же компанию и план. И у меня, во-первых, вырос копей к специалистам и к врачам, вырос дедактабл и, безусловно, вырос премиум. Ну и миллионы людей потеряли страховку, нужно сказать, после того, как был принят закон Обама-Кир. Конечно, об этом они рассказывать не будут. И вообще эти дебаты, уж если честно, демократам, понимая, что они ничего не могут сделать, ничего не могут противопоставить утверждению судьи, все их выступления нацелены на одно, они толкают политические речи, потом снимают это на видео, ставят на Фейсбук и, вот, так сказать, подзавести свою базу. То есть работают исключительно на выборы, на свою базу. Ничего другого они противопоставить не могут, к счастью. Ну, самое страшное, что, мне кажется, демократы сделали с Обама-Кир, они убрали из всего этого лечения самого врача. Потому что они посадили, сколько там, 17 тысяч было вот этих околомедицинских сотрудников, которые они посадили, вот эту прослойку бюрократическую между врачом и больным. И врач должен заполнять кучу всяких бумаг, и у нас теперь бумажное лечение, абсолютно бумажное лечение, под предписание всем одинаково рассылается предписание, и врач должен выполнять то, что ему предписали. Ну, нормально вообще, вот такое лечение. Я знаю тоже по своей семье, у меня 3,5 тысячи, 3,720 дедактивов было на каждого члена семьи. Ну, вот посчитайте, сколько семья из 3-4 человек платит. Вот посчитайте. Конечно, невыгодно совершенно иметь такую страховку для того, чтобы 20 миллионов обеспечить чем-то, что, в общем-то, формально является медициной, потому что на самом деле ничего никто не лечит. Но лишить абсолютное большинство американцев возможности лечиться, потому что на бумаге вы можете пойти к врачу, а на самом деле у вас золотое лечение получается. Поэтому сказки, очередные сказки от демократов. И очередные, вот самое смешное, то, что они привязали Эми Кони Барретт с тем, к чему она вообще не имеет никакого отношения. Вот просто привязали и повторяют, повторяют, повторяют Обама Кир, повторяют Affordable Care Act, как мантру какую-то. И люди, которые это слушают, они иногда не понимают, о чем речь. Они просто слышат, вот Эми Кони Барретт, это зло, потому что она против того, чтобы у американцев была страховка. Дальше они рассказывают нам сказки о breast cancer, они рассказывают еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вопрос возникает, какое отношение это все имеет к судье. Да, очень простое, потому что для них сегодня судья, который будет консервативная, это смерть. Потому что консервативный суд, он наложит вето на всякий бред, который они будут предлагать. Потому что борьба только начинается. Ну, а самое главное, через неделю у нас окончание этой борьбы, но вы помните, мы выбираем не только президента. Мы выбираем еще и в Конгресс, и в Сенат людей, и в Судей. Потому что очень важно помнить, что федеральные судьи, это те люди, которые решают очень много или не решают очень много в силу своих политических пристрастий. У нас политизировано абсолютно все, от суда до заболеваний, до ковида. А ковид, он реальный, как оказалось. Но мы никогда не знаем, в какой реальности мы пребываем, как в том анекдоте, мы покупаем или продаем. Вот так вот. Что касается обсуждения судьи Барретт и в комитете, и сейчас на общем заседании Сената. Действительно, все, о чем говорили демократы, это не имеет ни малейшего отношения к юриспруденции, к судопроизводству или вообще к решениям Верховного суда. Все, о чем они говорили, это так называемые палоси. То есть, вот Обама, Керри, там еще что-то, вторая поправка, какие-то законы и так далее. То есть, то, что не имеет ни малейшего отношения к суду. Суд определяет конституционность того или иного акта, принятого там президентом, скажем, если это исполнительный ордер, или закон, который принят в Конгрессом. Все, суд решает только юридические вопросы, вопрос конституционности того или иного акта. А то, о чем говорили демократы, это вопрос палоси. То есть, вот какие палоси они принимают, какие решения они принимают. И поскольку, как говорят умные люди, демократы не могут решить, протолкнуть свою адженду через законодательные акты, принимаются, то есть, или убедить население в том, что вот их политика представляет интерес, то они рассчитывают на решение судей. Скажем, президент издает какой-нибудь исполнительный указ, а какой-нибудь федеральный судья останавливает действие этого указа на территории всей страны. Подается дальше апелляция в апелляционный суд. И поскольку апелляционные суды некоторые были заполнены либералами, то апелляционный суд подтверждает решение нижестоящего суда. Дальше дело идет в Верховный суд. Ну и как бы вот Верховный суд решает законность палоси. И поэтому для демократов это очень и очень важно. Для них, как вы справедливо заметили, это смерть на самом деле. Но сделать они, к счастью, ничего не могут. Ничего не могут. Я хочу напомнить очень интересный факт по поводу Обама Кер. Вот не могу, не поворачивается язык назвать это Affordable Care Act, потому что вот я уже объяснила, почему. Если вы помните, в 2013 году, когда уже ввели вот это все безобразие, накануне Обама повторял постоянно, что вы сохраните вашу страховку, если вы хотите ничего не менять, у вас все останется так, как есть. И повторяли, повторяли, повторяли нам. Вот знаете, сколько ни говори, халва, все равно сладче не будет. А нам вот эту халву постоянно предлагали и Нэнси Пелоси, я напомню, кто внедрил это все через Конгресс, и президент Обама. И есть такой политефакт, сайт, который занимается проверкой фактов, который, в общем-то, уже давно не имеет ничего общего ни с проверкой, ни с фактами, ни с чем, потому что он очень стал политизированным в эпоху президентства Трампа. Так вот, в 2013 году тот же политефакт назвал то, о чем говорил Обама, самой большой ложью года. Вы понимаете? Самая большая ложь года. Как и вся политика, связанная с Обамакер. Самая большая ложь в истории американского здравоохранения. Если мы будем перефразировать то, что сказал, в общем-то, сайт проверки фактического материала. Это самое страшное, что могло произойти. Люди поверили в эту ложь, они ее имплементировали в своем сознании, очень многие, и продолжают рассказывать эти сказки, сказки и сказки. А вы задайте себе вопрос, если у вас, не дай бог, страховка частная, почему она у вас выросла в цене, почему вы платите за себя, за того парня, за тетю того парня. Может быть, потому что те люди, которые нам навязывают эту страховку, никогда ей не пользуются. Может быть, потому что вот те люди, которые сидят и предлагают нам ее, сидят по 50-60 лет у власти и становятся миллионерами большими, с нулями миллионы у них. Интересно, слуги народа на чем так зарабатывают? Мы еще о Байдене не начали, который хочет быть президентом, который очень стремится. Мы еще поговорим, мы обязательно поговорим о Байдене, а вот когда вы упомянули о том, что слуги народа становятся миллионерами, я тоже не понимаю, когда народ, некоторый народ, часть народа кричит, нам необходимо просто, жизненно необходимо увидеть налоговые декларации Трампа, причем, я говорю, подождите секундочку, Трамп был частным лицом, человек, который занимался бизнесом по всему миру. И что вас так удивляет, что он миллиардер? Но когда человек прослужил на государевой службе, там, десятки лет, и не занимался бизнесом, получал зарплату, сейчас я, если память не изменяю, то там, члена Конгресса зарплата 174 тысячи в год, ну, Пелоси получает 223 с половиной тысячи в год, будучи спикером Палаты представителей, и вдруг эти люди все, 50% там из них, становятся мультимиллионерами, это у наших либеральных друзей не вызывает вопросов. Все в порядке, все нормально. А вот что касается Трампа, который миллиардер, покажите нам, покажите, где он зарабатывал деньги. Ну, какое ваше дело, какие деньги зарабатывал бизнесмен Трамп, каким образом он зарабатывал? Почему вас не интересует, как политики, получающие зарплату, живущие за счет налогоплательщиков, становятся миллионерами? Я могу пример очень интересный привести, я вот специально только что набрала, вот прямо подряд. Ну, Дэйан Файнстейн, вы знаете, ну, по-русски это Фенштейн. Так вот, она интересная женщина, она сидит 60 лет, 60 лет она занимается тем, чем она занимается политикой. Она 33-го года рождения. Так вот, ее состояние у судьи, 58,5 миллиона было на прошлый год. Интересно, давайте посчитаем их зарплаты, и откуда такое состояние у людей. А вообще-то, вот все сопротивленцы о Демпартии, я тоже специально вот записала. Значит так, Джо Байден, 51 год у власти, Чак Шумер, 45 лет у власти, Нэнси Пелоси, 33 года. Дальше, Максим Уотерс, 47, ну и, естественно, Дэйан Файнстейн, 60. Они нам постоянно предлагают оглядываться на судью Гринберг, которая почила в Бозе. Так что, они все вечные. Это мы только приходим и уходим. Они пришли навсегда. Со своими бабками, няньками, детьми и всеми прочими. Это эти люди будут вам рассказывать, какая страховка нужна. Медицинская. Это эти люди получают очень хорошие откаты от медицинских компаний, от большой фармы, сидят у них на зарплате. Поэтому, может, они вечно и так долго живут. И в политике тоже. Лена, давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Ну, я уже говорил, что сегодня не с Игорем Цесарским, с Еленой Приговой. Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы или комментарии по обсуждаемой нами теме или по обсуждаемой нами темам. Теперь давайте-ка поговорим о Джо Байдене, о Хантере Байдене, о скандале, о том, что страшнее, преступление или, так сказать, сокрытие преступления, как повела себя пресса, как повели себя социальные сети, гиганты эти технологические. Вот об этом, если можно. Я считаю глубоко убеждена, что даже не столько виноват Байден, не столько виноват вообще он, который лжет, как дышит, сколько виновата наша пресса. Потому что этого скандала бы не было. Потому что наша пресса является, мне кажется, именно тем субъектом, который нужно судить. Судить за разжигание ненависти к президенту, судить за необъективность, судить за то, что они превратились в пропаганду, которая влияет абсолютно на весь ход политики в Соединенных Штатах Америки. из четвертой власти формальной, потому что у нас только три веки власти, пресса превратилась в первую и главную власть, потому что именно пресса хвост виляет всем остальным. И вот этот хвост, этот придаток, который просто меняет на наших глазах не просто политику, оно миляет все абсолютно и приводит к той гражданской войне, которая у нас идет. Это именно вранье, именно пресса. Потому что я напомню людям, если они не знают, кто отец лжи. Отец лжи – дьявол. Так вот, у нас вся пресса лжет, лжет и лжет. Очень показательно было 60 минут, которые было записано Трампом, где было четко и ясно показано от и до, что записывается, что говорится и что выдается на гора. Мне, как человеку, я уже говорила об этом, много лет проработавшему на телевидении, я прекрасно знаю, как монтирует. Как по одному слову можно вставить, как по одному слову можно убрать, как можно добавить паузу, плюс мимика, плюс жесты, плюс вы никогда не знаете, что на самом деле происходит. Так вот, то, что у нас происходит на наших глазах под видом живых эфиров, которые уже давно перестали быть живыми эфирами, под видом записей, которые давно перестали быть записями, под видом тех вещей, которых вы даже не догадываетесь. Так вот, это самое страшное, что могло произойти. У нас мы превращаемся постепенно в страну, в которой должна быть одна партия. У партии должна быть своя партийная пресса. Вы помните еще о партийной организации, партийной литературе от 1905 года? Так вот, партийная организация у нас есть, партийная литература у нас тоже представлена. Страшно другое, то, что, знаете, как с гуся вода. Просто как с гуся вода. Потому что вся система, вся эта махина, которая называется пресса, которая поддерживается не только пресса, как пресса, а у нас есть еще и социальные сети, которые так не могут никак определиться в своем направлении. Потому что то они социальные сети со своим корпоративным правом, то они пресса, тоже со своим корпоративным правом. Но это ничего общего не имеет ни к правде, ни к корпорациям, ни к чему. Как хотят, так они и поворачивают все. Потому что очень много денег и адвокаты все свои, подкормленные. И даже вот такие компании, как GoFund, которые собирают деньги, они тоже политизированы. То есть они решают, кому можно собирать деньги, а кому нет. Если вы помните, 10 дней тому назад в Лос-Анджелесе, нет, в Сан-Франциско, была акция в поддержку Трампа. И туда пришли, естественно, антифорцы тоже. Они просто били людей. Просто били. И организатора настолько избили, просто выбили ему зубы. Вот так вот, черному. Взяли и выбили зубы черному человеку. Видно, расист черный этот человек. Так вот ему стали собирать деньги. Собрали 3-4 тысячи, а дальше GoFund просто прикрыл это все. Потому что ему не нравится. Они так решили. Они так решили, что они знают, кому можно, кому нельзя, и как жить дальше. Это не укладывается в их нарратив. Это вообще не укладывается. Так страшно другое. То, что... С другой стороны, не страшно. Нет. После того, как были последние дебаты, если вы посмотрите внимательно на статистику, то статистика говорит о том, что очень многие неопределившиеся люди, они как бы поменяли свою ориентацию на то, что они определились. И эта определенность пошла в сторону Трампа. Вы много слышали об этом? Вы много слышали вообще о том, что происходит? Вам какие-то опросы показывают? Непонятно, какие опросы? Непонятно, кто? Ну, вы же прекрасно понимаете, если опрос проводит CNN, то он опрашивает среди тех людей, которые смотрят этот канал. Вы задаете себе вопрос, как часто вы смотрите CNN? Верите ли вы тому, что вам рассказывает CNN? У меня есть, например, знакомые, которые слепо верят MSNBC и начинают мне рассказывать, вот посмотри, ты послушай. Можете себе представить такое количество людей, которые слушают это все и верят? Кстати, по поводу опросов, мне, правда, никогда не звонили и не спрашивали, но моему товарищу довелось однажды. Позвонила женщина, представилась, вот это опрос общественного мнения и начала задавать вопросы, ну, конечно, политического характера. он решил дать ей откровенные ответы и после второго вопроса он ответил и ответ ей явно не понравился и дальше она продолжать не стала, просто бросила трубку. Это вам один пример. Теперь, что касается пресса, вы, наверное, помните, была такая на Факс Ньюс Меган Келли, которая не является другом Трампа, вы помните, у них там такое стычки были на дебатах. Так вот, после интервью, которое дал Трамп на программе 60 минут Лесли Стелси, она сейчас заявляет о том, что пресса, наша пресса ослеплена Трамп Дерейнджмент Синдром, просто ослеплена и говорит, и назад уже они просто отыграть не могут и пресса потеряла всякое кредабилити. Это Меган Келли, которая не является поклонником Трампа, но она говорит о том, что то, что происходит сейчас, это просто вопиющее безобразие. И, ну, сказала о том, как освещается вот этот скандал, связанный с Хантером Байденом, с Джо Байденом, что она бы все это делала совершенно по-другому. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, еще раз, здравствуйте, Елена. Вы знаете, слушая вот всю передачу, создается такое ощущение, что все, надежды нету, апокалипсис пришел. Ну, это же совершенно не так. Я много езжу по стране, путешествую, сиди с работой, и я вижу совершеннейший энтузиазм и такое воодушевление людей по всей стране, ну, сравнимым, наверное, только с энтузиазмом по поводу Обамы в восьмом году. Только уже на стороне здравого смысла. У вас в Нью-Йорке есть система правосудия. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите, это человек, который активно работает над тем, чтобы вот это безумие наконец-то прекратилось. Если бы я не верила в победу, я бы, наверное, была на другой стороне или сидела дома. Я думаю, не сижу. Это во-первых, я вам отвечу. По поводу энтузиазма, я тоже все это знаю. Потому что недалее, как позавчера, мой ребенок родной ехал из Нью-Йорка в западную, в западную Мэриленд. Она проехала абсолютно вот Пенсильванию и часть Мэриленда. Вся сельская местность заполнена протрамповскими лозунгами, плакатами всем. Но, к сожалению, забыли о главном. О том, что у нас есть люди, которые будут это голоса считать. Вы забыли о городах огромных, которые в численности превосходят очень многие сельские районы, которые за Трампа. Я прекрасно это вижу и в Нью-Йорке, и в Нью-Джерси, вот именно вот этих наших синих, абсолютно синих штатах. Я даже вижу, как 40% уже населения нашего города, которое абсолютно было всегда антитрамповским, как они начинают задумываться, они начинают выползать. Вот то ралли, с которого мы начали, это было ралли евреев, которые за Трампа. Если учитывать, что у нас либеральные евреи управляют вообще городом Нью-Йорком, и то, что вся абсолютно UGA Federation и прочие такие организации еврейские, они либеральные и антитрамповские, то даже то, что еврейская организация организовала вот это мероприятие, вот это ралли, уже о чем-то говорит. Я все это вижу. Я говорю сейчас совершенно о других вещах. Я очень надеюсь, что то, что грянет и грядет, и то, что у нас произошло не далее, как позавчера даже, и вчера, когда открылись ранние голосования, и когда люди три часа не могли проголосовать. Огромное-огромное количество людей, которые пришли, и они стояли и ждали. Машины не работали. Не работали машины. Именно в тех районах, которые будут голосовать за Трампа. Это районы компактного проживания определенного еврейского населения и русскоязычные районы, которые тоже в своем большинстве за Трампа. И именно по случайной стечении обстоятельств. Именно в этих районах не работали машины для голосования. Ну, дальше вы делаете сами выводы. Чистое совпадение. чистое совпадение. Случайное совпадение. Вы совершенно правы. Во всей стране идут ралли. Вы совершенно правы. Но мы же сталкиваемся не с энтузиазмом людей, мы сталкиваемся с сопротивлением тех, кто не хочет показать и дать возможность этого энтузиазма вылиться в виде честных выборов. Вот о чем речь идет. Вот о чем речь идет. О том, что вы приходите, вы хотите голосовать, а вам говорят, машина не работает. Вы хотите приехать, проехать по городу мирно в своей машине с флагом Трампа, а вас начинают бить. А полиция вас даже защитить не может, потому что она, как говорится, забрали у нее такую власть. Очень бы хотелось, чтобы мы, те люди, которые поддерживают Трампа, и которые честно хотят проголосовать, чтобы мы имели такую возможность. Я только о том, что будьте готовы, будьте готовы, что вам придется защищать ваше право на честные выборы в правовом порядке. А иногда придется даже драться. Это было вчера в Нью-Йорке. Я надеюсь, вам ответили на ваш вопрос. Простите, пожалуйста, но... Спасибо большое за звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как раз по поводу голосования хотел сказать, что, в принципе, вы, конечно, правы, потому что все известно. Главное, как считают, а не как голосуют. Даже конкретно по нашему штату я хочу сказать, вот я был на раннем голосовании, что меня крайне смутило. Значит, у нас компьютерное голосование идет, и там фактически на бюллетене, который уже, так сказать, ты уже распечатал, его вкладываешь в машину для подсчета, там же нет твоей подписи. И, в принципе, войти в базу данных и что-то изменить в том же бюллетене ничего не стоит, на самом деле. Чем не применут воспользоваться? Вот о чем я говорю. У меня такое ощущение, как будто я вот с наперсточниками сел играть, понимаете, очень неприятное, очень... Очень хорошее определение. Мы все играем с наперсточниками. Вы понимаете, что самое страшное, то, что происходит? Огромное количество уже доказательной базы есть по поводу того, что ну, ложь идет, ложь идет именно в моменте, фальсификация идет в огромном количестве каунти, в огромном количестве штатов. Когда мы начинаем об этом говорить, сразу начинается, а, теория заговоров, а, эти вот трамписты, да у нас все нормально, все хорошо. То есть, люди, пойманные на лжи, они сразу начинают агрессивно нападать. Вот это, кстати, методика Байдена. Это методика Байдена. Вор кричит, так сказать, вор, это понятно. Конечно, конечно, на ворах шапка горит, особенно, знаете, я все время хочу посмеяться, я вспоминаю это девять раз. Каман, каман его, каман. То есть, это ниже уровня Плинтуса, потому что это не дискуссия, потому что это не дебаты, так ведут себя гопники. Вот именно гопники. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ну, во-первых, хочу похвастаться, только что проголосовал. Поздравляю. Поздравляю. Вот. У нас на Кони Алленд в Нью-Йорке никакой очереди угол 23-й стрит и Сорс-авеню, но я обращу внимание, на этом участке человек 40 обслуживали все там, ни одного белого лица. Я просто посмотрел, китайское одно увидел. Просто удивительно. Вот поэтому я проголосовал, но я как-то нервничаю. Еще хотелось бы попросить ролик об этом ралли, которое было вчера у нас на Вашем Пакуе. И еще, вы знаете, что вчера на Тайм-сквер была большая драка между французскими. Мы уже говорили об этом. Мы говорили уже об этом. А, извините, я... Да, вы голосовали в этот момент. Мы говорили. Все было, и драка была, и Антифа была, и все было, и полиция, которая сначала не вмешивалась. Ужасная драка. Пришлось арестовать несколько человек и предъявить, по-моему, там 11 уже, 11 человек привлечены к ответственности. Посмотрим. Вы сейчас пока ничего не можете сказать. Неизвестно, неизвестно... Спасибо большое, да. Спасибо за ваш звонок. Спасибо большое, хорошо, что вы проголосовали. И давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте, Елена, здравствуйте, все слушающие. Да, я вас, вы знаете, я вас во время за вами смотрю, слежу, так сказать, и слежу за вашим хорошим смыслом. За вами следите. В хорошем. В хорошем. В хорошем смысле слова, потому что мне очень нравится и ваша передача, и ваша точка зрения, которую мы все разделяем. И последнее время мы следим за вашим вот этим вот блогом. Я не знаю, как это... Вот вы с Дутником и с Рэйчел Зиммерман были на Ютьюбе. Это настолько интересно, настолько просто потрясающе. Спасибо вам за всю вашу работу, которую вы делаете, за ваш патриотизм. Вы знаете, я хотела вот спросить, потому что мы последнее время, буквально последние несколько дней, я вижу, читаю, что... Мы уже тоже проголосовали, что наши голоса, наши бюллетени не будут засчитаны в том случае, если мы сделали где-то пропуск. Вот я говорю конкретно нашего штата, может, кто-то даст ответ. Потому что, значит, пропуск, это не просто пропуск, там вообще нет выбора, yes or no. А там просто, допустим, да, там какой-то судья и стоит, ну, вот это вот кружочек, который нужно закрасить, но это не да или не нет. Это чисто демократические судьи, которые мы сделали пропуск. Нет выбора. И вот мы читаем информацию, что наши бюллетени могут быть дискардированы. Что-то вы слышали, кто-то в студии слышал про это, что наши голоса, они будут засчитаны, потому что мы не застриховали этот кружочек, которым не было выбора, yes or no. И что делать в этой ситуации? Вы знаете, когда я слушала с Рэйчел Зиммерман, с Дудником, вот эту передачу, там Рэйчел сказала, что если вы какие-то видите случаи нарушения, присылайте, мы будем разбираться. Если вы в курсе, как это будет происходить, как будем разбираться и что делать в такой ситуации? И правда это или нет, то, что я сейчас сказала? Вы знаете, этого пока что никто толком не знает. Потому что пока ты конкретно не столкнешься с конкретными сбросами, вы ничего знать не будете. Почему присылаете? Потому что каждое вот такое дело это повод для обращения в федеральный суд. Потому что, поверьте мне, количество дел, которые пойдут через федеральные суды, уже зашкаливает. Их очень много. Точно так же, как можно будет класс экшен организовать по поводу тех или иных вбросов или того, что было сделано. Надо все фотографировать и все. Вот вы сделали что-то? Сфотографируйте. То, о чем я говорила, вы подписали, сфотографируйте. Сфотографируйте абсолютно все. У всех есть телефоны, у всех есть смартфоны, любые. Сейчас время, когда придется доказывать, что ты не ишак, что ты не осел, что ты голосуешь за слонов. Но поэтому надо себя вести и везде подстилать травку. То, что мы говорили с Рэйчел, пожалуйста, это есть все в эфире. Это называется Two Cats или a production studio. И мы каждый день с 12 часов, вот завтра я буду в эфире в среду и в четверг. Но, поверьте, очень тяжело каждый день тоже сидеть в эфире, потому что это сейчас просто необходимо. Но я напомню вам лишний раз, если вы хотите задать какие-то вопросы, сайт Unite the USA организация, это коалиция вот наших групп, которые про-трамповские, которые против социализма, там есть обязательно Vote и там есть вопросы. Зайдите, пожалуйста, U-USA.org U-USA.org Это сайт. И я его рекламирую, потому что там есть кнопочка Vote и там вы можете задать вопросы. Радио NVC тоже член коллективной этой коалиции. Сергей. Да, на самом деле нет такого закона, который бы признал бюллетень недействительным в том случае, если бы за кого-то не проголосовали. могут ли левачье, леворадикальное отребье использовать это в качестве, так сказать, предлога, чтобы не засчитать голос, им, собственно, и повод не нужен. От них можно ожидать всего, что угодно. Но, еще раз говорю, нет такого закона, который бы признавал незаполненные какие-то отдельные там эти бюллетени недействительно. Такого закона нет. И давайте попробуем, может, принять еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. У меня два небольших вопросика. Я хотел узнать насчет выборов. Мои родственники, они хотят проголосовать, бюллетень заполнить. Один человек может отвезти эти бюллетени и бросить в ящик? Или это каждый индивидуально должен быть там и бросить? И второй вопрос. В каждом штате есть свой закон, свой порядок. В некоторых штатах такой харвистинг принято законодательно. Во всех ли, я не знаю, не уверен. В каком штате они живут, это зависит от местного законодательства. Я хотел еще узнать, вот Елена говорила, я ролик один смотрел на ютубе, что в Нью-Йорке на некоторых участках не работают машины для бюллетеней. Кроме демократов, там республиканцы не могут подействовать и спросить, почему-то так не работают. Люди хотят голосовать, а никакой возможности нет. Машина не работает, не знаю, что причин моря там. Вы знаете, машина не работает, она не работает не только для республиканцев, она не работает для демократов тоже, она для всех не работает. Просто удивительно, что не работают машины именно в тех местах, где подавляющее большинство будет голосовать в общем-то за Трампа. Ну, говорить о том, что у нас есть за кого голосовать, и выбор какой-то, а у нас нет выбора. У нас практически нет выбора в городе Нью-Йорке, потому что те люди, которых нам предлагают, это страшно. там все демократы и не из кого выбирать. Лен, огромное спасибо вам за программу, за информацию, которую вы с нами поделились, и я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся в эфире. Ой, я надеюсь. У нас добрая традиция уже началась, ее нужно поддерживать. Всего самого наилучшего. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова